Программа «Цена Победы». Добрый вечер. Это программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня я в качестве ведущего в одиночестве. Но, тем не менее, конечно же, я, как всегда, с гостем. В одиночку, в программу «Один» мы еще пока «Цена Победы» не превратим. Итак, напротив меня моя сегодняшняя собеседница, Маргана Девлин, историк и автор книги, которая сейчас лежит передо мной, в серии «Жизнь замечательных людей» – Невил Чемберлин. Ну, кто не знает, хотя я думаю, что таких, наверное, нет, на всякий случай все-таки, нет, знаете, могут перепутать. Могут перепутать. Баскетболист был Чемберлин. Невил Чемберлин – это, например, министр Англии накануне войны. Был, собственно говоря, переговорщиком от Великобритании в Мюнхене в 1938 году. А уже в 1940 году передал бразды правления легендарному Черчиллю. Но Чемберлин – фигура менее, как сейчас говорят, и не очень люблю это слово в применении к такого рода людям, менее раскрученная и менее известная. Да, Черчилль, по-моему, уже жизнь Черчилля изучена вот и до. А Чемберлин, который сыграл в 30-е годы очень важную и большую роль в европейских делах, он изучен намного меньше. И я благодарю даже Моргану Девлин, вот мою сегодняшнюю собеседницу, за то, что она вот покусилась на такой, как сейчас, опять же, можно говорить, проект. И написала книжку о человеке, о котором хотелось бы больше знать. Ну, и сегодня, я надеюсь, что в ходе нашей беседы мы побольше узнаем о Чемберлине. Признаюсь, Моргана, что я мало что знаю о Чемберлине. Для меня Чемберлин, могу сразу сказать, это человек из Мюнхена, даже не просто человек из Мюнхена, человек, прилетевший из Мюнхена, вот с этим леском бумаги, я привез вам мир. Вот это самый яркий эпизод его жизни, который у меня запечатлелся, как у человека, правда, никогда не изучавшего Эстонию. Вы, как я понимаю, изучили всю его жизнь. Это действительно самый такой яркий эпизод его, ну, в том числе, политической карьеры? Ну, что касается внешней политики, то я думаю, безусловно, да. Хотя я бы, наверное, назвала все-таки самым ярким эпизодом объявления войны Германии 3 сентября 1939 года, потому что фактически он превратил германо-польский конфликт уже в мировую войну, когда решил отреагировать на действия Гитлера в Польше. Это что касается внешней политики. Но до 1938 года на родине его знали в первую очередь как внутреннего реформатора. Он произвел огромные социальные реформы. Ну, фактически, вот после Первой мировой войны, вот это 20-летие, он восстанавливал страну. А когда просто, вот точнее, когда он пришел к власти в качестве премьер-министра? В качестве премьер-министра это май 1937 года. Соответственно, в мае 1940 он ушел, ну, чуть менее трех лет, потому что там 28 мая 1937 года, да, это вот у нас дождь такой, пришел к власти, а в 10 мая покинул этот пост под давлением палаты общин, назовем это так. То есть, получается, только три года премьерства. Да, но до этого он постоянно ходил в правительство, 23-го года уже начиная, и занимался именно внутренней политикой. В первую очередь он был министром здравоохранения, то есть боролся с трущобами, вот пенсии там организовывал. Вообще его очень любили, конечно, в стране. Сейчас это совершенно не так, но вообще после Черчилля все поменялось. Они очень хорошо подредактировали там собственную историю. А до этого, да, вот песни пели про него, очень любили. Потом он был министром финансов 7 лет, когда был мировой политикой. Он же представитель консервативной партии. Ну, так считается, что у консерваторов социальная политика делега не на первом месте. Вот, а он как раз и сделал именно для, скажем так, народа. Ну, он и сам выходит из народа, он же не титулован, ничего. Он продолжил дело своего отца, Джосефа Чемберлена, который тоже впервые прошел в парламент как представитель настоящего рабочего класса, хотя он был такой средний класс, больше буржуа. Но сам тоже работал на фабрике, башмаки там какие-то делал в начале своего жизненного пути. Вообще, очень действительно интересная жизнь. И вот когда я занималась именно Джосефом в самом начале века и в конце 19-го, насколько много параллелей между обществом британским и обществом российским. То есть, те проблемы, с которыми они сталкивались, те же там пьющие рабочие, эти несчастные, опять же, те же рабочие, которые там боролись за нормальный рабочий день, безграмотность. Вот эти вот все, ну, практически одно. Только методы решения разные. Ну, это да. Это да. До революции не дошло, хотя на самом деле опасались они вот в 18-м году, когда в России начались вот эти события, особенно Индии в этом плане. Он был, он какого года? 69-го? А что он делал с первым летом? Он был лорд-мэром Бирмингема. Ну, то есть, мэром, как называют. То есть, на войне? Не воевал. Ну, он, во-первых, уже по возрасту, а во-вторых, он занимался как раз тогда же, начались первые вот эти налеты, там, какие-то еще пробные, вот эти немецкие, что там пускали какие-то они аэростатики или что-то такое. Вот создавал такой прототип противовоздушной обороны, потом было очень много беженцев в Бирмингеме. В общем, такие, опять же, социальные вопросы решал. И вот он, насмотревшись на то, что война, собственно говоря, приносит, какие с собой ужасы, хотя это была еще первая мировая без тех средств, без той авиации, без тех разрушений. Он, конечно, закрепил себе эту веру, что войны не допустить, и старался потом всю жизнь этому следовать, но, как итог, в итоге 3 сентября в 39-го объявил войну. Ну, хорошо, когда, ну, если надо будет, мы можем еще вернуться. Ну, это я просто, да, такую справочку. Конечно, у нас такой сериал внутри нашей программы «Лица войны». Да, вот как раз чем-то она как раз вписывается в это. Но когда мы рассказываем, мы говорим, конечно, о его «вкладе» или в кавычках, или без кавычек, в саму войну. И, безусловно, просто как личность нам нужно это уже понять. Мы, наверное, еще вернемся в 20-30-е годы. И тогда получается, что первое, так, первое, мне как слово «мероприятие» плохо выражается, да, связанное с будущей уже войной, в 38-м году все-таки Менхен, да? Ну, в принципе, да, наверное. Вы имеете в виду именно деятельность Чемберлена непосредственно? Да, то и вон. Ну, просто до этого там был ряд мероприятий. Гальфакса, это министр иностранных дел посылали в Берлин. Ну, это феерический был визит. Это был ноябрь 37-го года. Чемберлен его отправил, как-то попытался договориться с Гитлером. Ну, Гальфакс просто принял Гитлера за лакея. И в этом духе вся прошла встреча. Гитлер ему сказал расстрелять Ганди. В общем, там были такие очень высокие отношения. Гальфакс просто еще бывший вид с королем Индии. Поэтому он так, как раз, в отличие от Чемберлена, титулован, но очень высокомерен был. И он-то, кстати, фронтовик. Просто почему я говорю сейчас о Гальфаксе? Потому что он будет ключевой фигурой, которая вынудит Чемберлена объявить мировую войну. Да, вот так, да? Да, ну я вообще, в принципе, его считаю самым виновником. Ну, как-то Гальфаксе больше знал, знаю, через Черчилля. Через политическую карьеру, как бы, Черчилля и политическое поведение, я бы сказал, Черчилль. И там получалось, что, как бы, Черчилль, извините, Гальфакс, сопротивлялся Черчиллю. Вот, во всеобщем судя по фильмам, как-то, да? По фильмам судить не следует. У нас те фильмы же, особенно, вот, последний вышел, «Темные часы», его с Олдманом. Олдман прекрасный, конечно, актер. Я его очень люблю еще за роль Сириуса Блэка, скажем так. Вот, ну, они же основаны на том, что писал Черчилль. А то, что писал Черчилль, надо делить не то, что на два, а на 666, потому что там правды очень немного, честно вам скажу. Там путаница, исключительно его взгляд на вещи. То, как там показан Гальфакс, это просто ужас какой-то, на самом деле. Потому что особенно меня поразила сцена, когда Черчилль все титулы говорят, ну, вот он, четвертый сын Виконта, он будет рад любому посту. Ну, во-первых, три брата Гальфакса умерли, когда он был. И вот уже давно получил все титулы, в том числе и свой наследственный вот этот Гальфакса. И кем он только уже не был к тому моменту. В том числе, да, и вице-королем Индии, что, конечно, наложило определенные отпечатки. Когда у тебя тут вся страна во владениях, это сказывается на характере. Но в Великобритании были же профашистские, профнацистские даже в Москве. Ну, в Москве, да. Даже во дворе. Ну, когда их при королевском дворе. Ну, это, опять же, тоже такой разряд слухов. Если вы имеете в виду Эдуарда VIII, герцога Гензеровского после, что якобы его сместили, потому что он там был профашистский, но ничего подобного. Про отречение как раз у меня в книге есть. Недавно открылись архивы, потому что там должно было пройти какое-то время. Ну, не какое-то там, а сколько? 75 лет, по-моему. Немного лета. Да, и вот только-только они открылись по поводу этого отречения. Там, да, архивы есть 50 лет? Это, опять же, такая конспирологическая теория, что якобы его убрали, потому что он был профашистский. Ничего подобного. Просто там была революционная ситуация именно из-за Уоли Симса. Там народ не хотел вот это видеть своей королевы. Дважды разведенную американку, ну, никак. Просто там действительно масса бунтовали. Ну, плюс еще финансовый кризис, в общем-то, в стране было невесело. И тут еще такой подарок точно нет. Ну, никакие там нацистские. То, что они потом приезжали к Гитлеру уже, как виндзорские, после отречения, ну, да, ну, и что? К нему много кто приезжал. Ну, передал. Обычно это... Он был европейским лидером. Конечно, о том и речь, да, что с ним... Почему не нужно с ним приезжать, да? Почему не нужно к нему приезжать, когда он глава государства? Как говорил посол Гендерсон, которого как раз Чимберлин назначил в Берлин в 1937 году, после отставки Эрика Фибса, послали, не посылают страну для того, чтобы пересматривать политический строй. Ее посылают договариваться с существующим уже правительством, какое бы оно ни было. Вот, собственно говоря, поэтому, конечно, да, приходилось все время делать. Первые европейские шаги ГИТа, как они были восстанет в армии? Вы имеете в виду, когда рементализация Рейнской области, Аншелюс, потом... Потом Аншелюс, Судеус, Судеус, да, да? Ну, Судеус, да, да? Ну, Судеус, да, да? Как раз уже там вмешался премьер-министр, вынужден был. Ну, скромно они были восприняты. Там же был еще у нас такой деятель Интонииден, который после был при Черчилле министром иностранных дел, да. Он и после войны был, да? Да, он после войны был премьер-министром. Ну, Суэцкий кризис его очень быстро оцел. Это интересный тоже сюжет, в принципе, как вот слетают с пьедестала Тори. Ну, это для другого темы, для темы интриг, скорее, внутри партийных. Вот, и Иден был же министром иностранных дел буквально до февраля 1938-го, то есть еще в Чемберлен. И, собственно, он никогда не уделял такого внимания германскому фронту, в принципе, германскому направлению. Он боролся с Муссолини. Вот он его сразу не взлюбил, сразу начал к нам выступать, говорил, что он не джентльмен, ругался. Идена, соответственно, очень не любила итальянская пресса, он обижался. Но он еще совсем молодой тогда был, очень такой капризный был. Вот, и поэтому, да, Иден оставлял фактически без внимания, что касается реминитаризации Рынской области. Ну, как-то спокойно. Ну, да, ну а что сделать? Собственно, с Аншлюсом там только-только стал Гальфакс министром иностранных дел. Ну, он там поорал на Риббентропа, прочитал ему лекцию, если не проповедь, как пишет Кедага. Ну, на этом тоже успокоился. Почему они так делали, собственно говоря, почему не было решительных каких-то шагов? Просто потому, что не та была возможность, чтобы что-то сделать. Ну, просто, ну, чем можно вот помочь Австрии, например? Там две дивизии они могли выставить на континенте, ну, просто, ну, ничего химичного нельзя сделать. Ну, я Австрии не собирался особенно сопротивляться. Да, там же 6,5 миллионов жило немцев, и все. Ну, тут уже куда против таких цифр? Фактически решающая часть населения. Да, по-моему, вообще тогда против Аншлюса Европы не сильно-то... Не сильно. Там единственный, кто сильно вот реагировал на это, это Муссолини. Потому что он как раз, если бы вот Иден не валял дурака и с ним не ругался в свое время, а он там с ним, ну, с 34-го года он с ним портил отношения, прям старательно. Просто вот какая-то последовательная антиитальянская позиция у него была. То тогда вот какой-то блок Британии и Италии мог бы противостоять Германии в плане Аншлюса. Да, была такая вероятность. Но поскольку Иден все просто, как это сказать, выжег, да, соответственно, ничего, никакого союза не получилось, и никакого противовеса Гитлеру в этом плане не возникло. А что касается судеб, ну, это уже, да, это уже к Мюнхену. Там с апреля началось 38-го года, вот это вот, когда Генлейн опубликовал эту карлсбадскую программу, и все, и закрутилось, и уже пришлось премьер-министру лететь что-то вот в Мюнхен, да. Ну, давайте-ка немножко о Мюнхене поговорим. Я больше, ну, в силу своего там франкофильства, вот, я больше как бы о Мюнхене читал через Даладье, да, через французскую сторону, меньше через английскую. Но у меня всегда было какое-то ощущение, что мы не очень правильно понимаем, что произошло в Мюнхене. Я не хочу ни оправдывать там, ни, дело не в этом, да, но понять, что там произошло, и главное понять логику вот этих людей, обоих, я бы сказал, и чем, наверное, молодея, да, чего они там добивались, они, была ли это сдача каких-то позиций, как вы считаете, или это вот все-таки, как бы, перевесило желание сохранить мир. Ну, что касается Джимберлена, он вообще, в принципе, я даже не могу сказать, что он утопитель в этом, но он просто сам по себе очень порядочный человек. Вот почему, опять же, я им занялась, потому что он коренное отличие представляет от типичного британского политика. И в этом плане действительно он поставил себе цель не допустить войны в целом навсегда, как писал его помощник, сэр Хоррес Уиллс. Никакой иной цель в Мюнхене он не преследовал. Он хотел создать так называемую договорную основу, что можно договариваться и с диктаторами. А почему, собственно, с ними не договариваться, если уж они пришли к власти? Что касается Даладье, ну, Даладье, на самом деле, там в Мюнхене сыграло минимальную роль, но они же регулярно с Банной прилетали вот в течение сентября во Францию, ой, пардон, в Лондон, в Великобританию. Он там, он немножечко выпивал еще, и он так агрессивно выступал. Я сейчас буду воевать. А чем воевать? Когда Чимберлен спросил просто, а чем? Сколько у вас самолетов, сколько у вас кораблей, сколько у вас солдат на линии Мажунок? Даладье пришлось немного утихомирить свой пыл, и поэтому просто он, понимая абсолютную немощность военную Франции, пошел в фарватере, что называется, Чимберлен, и просто следовал за ним. Он был ведомый. А Чимберлен был ведущий. Но у него, да, его подстегивало, конечно, тоже немощности Британской империи. Плюс еще Доминионы ему сказали, что если будет в Европе война, мы выходим просто из состава Соединенного Королевства. То есть там были очень серьезные разговоры. Ну, просто распад империи, если вы сейчас начнете войну. Поэтому он решил, что не допустить войны в целом навсегда. Но то есть это не только была именно его какая-то утопическая мечта, какой-то романтизм с его стороны, его позиция хорошего, доброго человека, но это были просто еще продиктованные обстоятельства. И не такой наивный пацифизм, да? Да, да, потому что он же вел двойную линию. У него всегда была двойная политика перевооружения, создание именно оборонной армии мощной, чтобы было хотя бы чем защищать свою империю. И умиротворение, чтобы договорная основа с диктаторами. Нападать сам он ни на кого вообще, в принципе, не собирался. Почему? У нас была потом концепция странной войны, и он, в принципе, ее выработал. Сам по себе Мюнхен. Ну, собственно, это была совершенно открытая же встреча. Абсолютно открытая. До этого же, это же в Мюнхен был третьей встречей уже Чимберлиана с Гитлером, к нему когда присоединились Далаги и Муссолини. А до этого было еще две. В 19-м году, в 19-м году, в 19-м году, в 19-м году. Президент Чехословакии, в общем, что там угрожающая ситуация. Генлейн, естественно, поддерживает Гитлер. Бенеш объявляет мобилизацию, французы объявляют мобилизацию тоже всеобщую. В общем, все идет катастрофе. И он в конце августа на Мюнхенберлен придумал вот этот план З знаменитый, по которому он должен лично лететь к Гитлеру и с ним разговаривать. Понимая, что если туда полетит тот же Галифакс, это будет еще хуже, чем в первый раз вот эта вот памятная встреча. Если туда полетит там еще кто-нибудь тоже, то это будет достаточно плохо. Поэтому ему нужно просто самому. Как он писал, сесть с карандашом в руках и договориться, что хотят диктаторы, что мы можем им дать. Вот, собственно, он это и выполнял. Сначала полетел, потом в Бат-Годесберг он полетел. Там была очень такая неприятная у них встреча с Гитлером, потому что все уже подходило к катастрофе. Но там еще Беннеш опять же подогревал, он ввел всеобщую мобилизацию. Ну, не сам, это ему Галифакс из Лондона написал, что можешь водить. А чем вам Беннеш нравится, что он-то там? Он же был с фигурой пассивной. Нет, Беннеш не был с фигурой пассивной. Из-за Беннеша-то все началось изначально. В Версале они до чего договорились. Там же Беннеш был, и он рисовал границы Чехословакии красным карандашом в 19-м году, что Чехословакия будет иметь кантональную систему. То есть, как в Швейцарии. Какая-то область немецкая, какая-то область словацкая, какая-то область чешская. Но получилось центристское государство с абсолютными преференциями чехам, с действительным притеснением судетских немцев. То есть, это не немецкая пропаганда. Судетских немцев там было 3,5 миллиона. А этих чехов было 7 миллионов, словаков 2,5 миллиона. Ну, то есть, это на этом фоне действительно большая группа. Это автономия. Там же еще, опять же, глушевал финансовый кризис. Выдавались какие-то пособия. Ну, в общем, судетских немцев там им маленькие пособия выдавались. Чехам нормальные. Ну, по тем меркам какие-то. В общем, действительно, там притесняли. Это не Гитлер придумал. То есть, у него были поводы для того, чтобы он ему просто дал карты в руки. Чтобы заговорить о том, что немцы должны войти в состав все-таки Третьего Рейха. А не оставаться под Бенешем. Ну, я думаю, что без этого он все равно это сделал. Ну, вероятно, да. Но тут Бенеш сыграл ему просто на руку. Но Бенеш же еще там какие-то игры играл с Советским Союзом. У него был пакт о ненападении, соответственно, с Францией. Почему до Ладьета тоже заколосился и зашевелился. И с Советским Союзом. Да, ну, там у Яковлева там... Почему советские войска не пришли там на помощь в Чехословасии? Ну, вот вопрос у господину Литвинову. Потому что их там не пропускали, вероятно, поляки. Поляки там тоже молодцы. Потому что как раз, когда был год из Берг, это вторая встреча Гитлера с Чемберленом. После первой как бы была такая радужная обстановка. Ну, они вроде договорились. Надо только утрясти с правительствами какие-то формальные вопросы. И снова встретиться, уже договариваться официально. Но до этого момента нам пришли поляки к Гитлеру. И сказали, что нам еще нужна Тешевская область. Раз уж тут у вас плебисциты для немцев, давайте-ка для поляков тоже еще раз уж делим. Раз уж делим, да, да. Почему бы нам не оттяпать кусочек этого пирога? Ну, Гитлер почему бы и нет сказал. Выдвинул это с Чемберленом. Да, Чемберлен сказал, да вы что тут все с ума что ли посходили? Я тут мотаюсь к вам как полоумный. Вы тут устраиваете вот такие интересные сцены. Ну, в общем-то, Годесберг это самая драматичная была встреча Гитлера и Чемберлена. Плюс это еще Беннеша мобилизация феерическая. Там все, они же ночью сидят. Это очень драматичные, в принципе, моменты. То есть, конечно, про такие, я считаю, нужно снимать фильмы. Художественные нормальные, на основе архивов. Они, как у нас в фильме про Инстона и Черчилля. То есть, они сидят ночью и что? Они сидят ночью, они обсуждают, что им делать. И в этот момент заходит человек с бумажкой, где написано, что Беннеш объявил всеобщую мобилизацию. Гитлер держит себя в руках и говорит, что пока вы на моей территории, премьер-министр, я не буду ничего предпринимать. Гитлер говорит, ну хорошо, но я скоро улечу. Ну, в общем, кое-как они там попытались тоже договориться. В общем, улетел он, да, ни с чем. И вот потом уже Мюнхен. Ну, вот эта неделя с 23 сентября, там даже с 25 сентября по 29 на неделю, получается, 4 дня, она вот страшная была. Там британцы мобилизовали флот, там напряжение такое ужасное. Слушайте, ну хорошо, тем не менее, вот Мюнхен, все подписали, сговор. Ну, это... В чем сговор? Я не знаю, в чем сговор. Тут по поводу, что касается просто, как это все подавалось в советской историографии, я имею на этот счет тоже свою теорию. Ну, сговор был в августе 1939 года между Рибетропом и Молотовым. Особенно вот по части этих того, ну, официально-то они встречались открыто, но секретные протоколы все-таки, вот это было сговор. И советская пропаганда просто взяла и обвинила в том же, чем занимались они сами, соответственно, британскую, французскую, итальянскую и германскую стороны. Назвали это сговором. Там советской пропагандой, и вообще, почему у нас Чимберленом не занимался никто, ну, потому что это однозначно для Советского Союза враг. Просто вот самая черная фигура. Хотя на самом деле, уж кто-кто, Чимберлен там принимал попытки уже в 1939 году, в том же марте, как бы договориться с СССР, пытался что-то сделать. Но Советский Союз вот не пошел ему навстречу. Вообще, в принципе, британцы. Ну, вот, кстати, то есть попытки были все-таки договорить Советский Союз. Но Советская сторона, как можно прочитать во многих, даже современных, к сожалению, они все время говорят, что, собственно говоря, мы хотели с западными державами переговорить, вести переговоры с французской, французской, Англией. Но они не хотели. Они там на низком уровне ангелегации присылали и так далее. Там просто очень интересная история вот именно с советскими этими переговорами. И началось это все не движение вообще в сторону СССР. Начал Чимберлен где-то в начале 1939 года. Еще даже до того, как были даны гарантии Польше, которые в итоге стали причиной Второй мировой войны. Отправлялись там миссии какие-то торговые. Ну, в общем, шел на сближение. 1 марта он пришел в советское полупредство. Ну, вообще, не бывалый шаг. Там консерваторов до этого, премьер-министров, главы государств не было. Пил с Майски, ну, не водку, но глинтвей. Майски это посол в Лондоне полупред, знаменитый. А потом пытались маневры какие-то совместные. Хорби Лиша, это министр обороны наш, грубо говоря, ну, британский, я имею в виду, проводить. Но тоже, опять же, нет. И когда уже начались переговоры с советской стороной, англо-французские, они вообще, как обычно, начинаются переговоры такого уровня. Через посольство. То есть вырабатываются, какие вопросы будут обсуждаться. О чем там... Ну, в общем, через посольство они согласуют вот эти все вопросы. И потом уже отправляют миссии. А поскольку через посольство даже они уже не могли договориться. Хотя... Ну, я не могу сказать, что Чемберлен прям действительно шел навстречу. Но он не летел в Москву. Он там не особенно, что называется, ну, был открыт этому. Но он и не был этому закрыт. То есть он говорит, да, давайте договариваться. Нормально вырабатываться. Якобы, вроде, какие-то люди в Москве сидели, англичане, французы, и ждали переговоров. Ну, это только на уровне миссии, если они сидели. Потом поехали на корабле. Почему? Вот все время припоминают, почему миссия долго ехала. Вот официально Драк с ее с британской стороны адмирал возглавлял. Почему она долго ехала? Почему там не давали паспорта? Потому что не могли через посольство, опять же, договориться о том, что будет на переговорах. Как к этому прийти? Там еще очень сопротивлялась Польша. Она испортила, конечно, тоже фонд, потому что, ну, выработая они какую-то общую программу, там, противодействия агрессору, условному, там, Германии, просто нельзя было бы это со стороны Советского Союза выполнить именно потому, что Польша закрыла бы проход этих армий. Давайте мы сейчас прервемся на выпушку новостей, после чего продолжим программу Цена Победы. Программа Цена Победы. Программа Цена Победы. Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу Цена Победы. Я ее ведущий, Виталий Демарский. И напоминаю, что моя сегодняшняя собеседница, Маргана Девлин, историк, автор книги о Невиле Чемберлине, премьер-министре Великобритании. Я хотел сказать, перед самой войной. Ну и в первый год войны, получается, с 37 по 40 год. То есть самые такие драматические, наверное, годы, от которых все, собственно говоря, и зависело. Но, смотрите, мы остановились там на Мюнхене, вот на том периоде. Мюнхен, что называется, проехали, да, все подписали. Не то чтобы в товарищеской, но достаточно такой благодушной, я бы сказал, обстановке. Что, действительно было представление у того же Чемберлина, что на этом все кончится? Ну, в общем, на тот момент, да. Хотя он по приезду из Мюнхена, когда он демонстрировал эту бумажку, он демонстрировал не самой непосредственно Мюнхенской соглашения, а англо-германскую. Маленькую декларацию, да, о том, что все вопросы мы решаем миром. Собственно говоря, он ее с утра, там, 30-го с Гитлером подписал. Ну, он сказал, они ехали с Галифаксом тогда из Хестона, с аэродрома, что месяца через три все это кончится. Продолжил наращивать перевооружение. Ну, он не ожидал просто таких решительных, скажем так, действий Гитлера дальше, которые будут в марте. Конечно, то, что Гитлер потом начал вытворять в марте, он посчитал Чемберлина предательством, собственно говоря, и их всех договоренностей. Ну, извините, я все хотела. На первых парах, то есть он ему верил. Да, да, он ему верил. Он ему верил вплоть до 14-го марта 1939 года, когда Гаха уже сидел в Берлине, падал в обмороке и подписывал капитуляцию, грубо говоря. Да, скажите подробнее, что произошло 14-го марта 1939 года. 14-го марта, ну, или, по-моему, даже он 13-го был вызван доктор Гаха, это после Бенеша, который занял пост президента Чехословацкой республики, того, что от нее осталось. Ну, там уже протекторат Байгемии. Да, ну, в общем, он был вызван в Берлин, под давлением подписал, что этот протекторат отходит, по-моему, фон Нейрату, если я не ошибаюсь, вот был назначен его, видимо, главой этого протектората. Упал в обморок несчастный, откачали его на шатырем, да, и, собственно говоря, что это все предрешило абсолютно оккупацию, получается, третьим рейхом, остатка чешских территорий. Вот этого, конечно, премьер-министр никак не ожидал. Нам просто еще до этих событий он поругался с Галифаксом, ну, точнее, Галифакс с ним поругался. И с Чемберленом, да. Галифакс был министром иностранных дел на тот момент уже, ну, нечего, ну, да, год практически. И вот до этого он абсолютно даже не вмешивался во внешнюю политику, ну, делает там что-то, Чемберлен там летает, пожалуйста, пусть летает. Исключительно, что когда Эфимерлена не было в Лондоне, он писал, чтобы Бенош вводил всеобщую мобилизацию. Как мог, противодействовал Мюнхену, и, собственно говоря, когда были обсуждения самого Мюнхена в британском кабинете, он выступал категорически вообще против, в принципе, идти на уступки диктатора, ну, фронтовика, в принципе, конечно, да, хотел, подталкивал к войне. Потому что, почему я говорю о Галифаксе, у нас эта фигура вообще малоизвестна. И мало оценена в принципе, хотя деятельность его была у колоссальных масштабов, что он начал вытворять, опять же, в том же марте. Они поругались 10-го числа, то есть 4 дня остается до падения Чехословакии. Галифакс вырывает браты правления внешней политики Чемберлену, пишет там ему разгромное письмо. Я не знаю, что послужило этому причиной, у меня в книге вскользь об этом. Я-то думаю, что он еще болел, в общем, был не в самом лучшем настроении. Он написал Чемберлену письмо, что хватит заниматься вот этими вот радужными надеждами, все, ведем курс на войну. И, собственно говоря, да, он так уже и вел вот с марта 39-го курс на войну. Эти гарантии Польши, соответственно, стали этим живым, этим воплощением, которое он выдал пьяному абсолютно полковнику Беку, который тоже очень любил выпивать. И, в принципе, его решения всегда зависели от бокала шампанского. Своебразная тоже очень фигура, польский министр иностранных дел. И когда Чемберлен решил выдать гарантии Польши? Вот, как раз это был март, но это было уже после 14 марта. После 14 марта. После следствия вот этих событий. Как следствие событий. Галифакс написал полковнику, тут сломал систему, что называется, вызвал его в Лондон. Он доехал туда, и Галифакс уговорил Чемберлену, что мы даем гарантии Польше. Но, опять же, на самом деле, что если мы чуть-чуть сейчас вернемся к Мюнхену, первая реакция Чемберлена, когда он понимал, что сейчас Чехословакия тоже наступит конец, еще тогда, в 1938 году, еще при Беннише, он сначала порывался дать гарантии, а потом он открыл карту. Там в Чехословакии? Да, военные гарантии Чехословакии. Он проверил состояние своих войск, открыл карту и понимает, что у него две дивизии. Ну, хорошо, да, но это фактически будет повод просто для войны в Германии. Поэтому никаких гарантий. Это была его первая мысль, это вот очень четко показано в его переписке. Но просто их нечем было поддержать. Ну, что в итоге случилось с Польшей? Да, Галифакс его уговорил дать гарантии. Да, нам уже была лучшая обороноспособность Британской империи. Но, опять же, тут не в той степени, чтобы действительно защищать Чехословакию. В таком ракурсе. О, пардон, Польшу в таком ракурсе. И перестав фактически верить Гитлеру, он дает вот эти гарантии. Да, и вере Галифаксу он выдает вот эти гарантии. Да, Владей это делает вслед за Чемберджем? Да, абсолютно просто в фарватере. То есть, у него выхода другого не было. Владей вообще никакой самостоятельный европейский, если куча политики. Ну, там же еще была у французов, конечно, излишняя, как показали последующие события, какая-то странная вот эта надежда, что все укрется в эту знаменитую линию Мажино, которую, оказывается, можно было просто сбоку обойти. Да, ну, они как бы старались ее поддерживать, ну, а что толку? Вермахт смел ее. Ну, просто у французов там была очень тяжелая внутриполитическая ситуация на протяжении всех 30-х годов. Да, Владье, наверное, за десятилетия 30-х годов единственный премьер-министр, который там задержался больше года. Потому что до этого они просто менялись со скоростью, ну, я не знаю, света. Там три месяца, новый премьер, три месяца, новый премьер, полгода новый премьер. Там они все вот так вот, как карусель была такая. Из-за этого, конечно, они ничего не могли сделать. Плюс еще в августе того же 38-го года, потом 39-го, рабочие оборонных заводов, то есть тех же авиационных, они в отпуск уходили. Соответственно, производство вообще падало. Если Рейх там гонит по 500 машин в месяц, ну, дай бог, два Франции. А учитывая, что у Франции так-то армия изначально была далеко не самая лучшая, как и у Британии. Поэтому там была очень тяжелая ситуация именно с армией, с армиями. 39-й год, мы уже в 39-м году, с мартом все более-менее понятно. Что между мартом и сентябрем? Между мартом и сентябрем вот эти попытки договориться с Советским Союзом. Которые, ну, опять же, поскольку Чемберлен, несмотря на то, что он делал шаги в сторону СССР, его оттергали факсы. Он сказал, что все, я все-таки министр иностранных дел. А премьер-министр, в принципе, министр иностранных дел, не начальник. Он координирует как-то работу кабинета, но по британским правилам так. И Галифакс вообще занимался основой вот этих переговоров. Конечно, он этот договор с Советским Союзом точно не хотел. Но его Майский еще в этом, конечно, подогревал. Потому что Майский там ему регулярно рассказывал. Не хотел. Галифакс не хотел. А Чемберлен хотел. Да. Вот Майский рассказывал, что у нас такими лордами украшают фонари. И, конечно, приезжайте. Давайте. Там были тоже очень полукомичные и полунорматичные отношения у посла и министра иностранных дел. Да. И поэтому, конечно, они долго планировали все эти переговоры. Собственно говоря, когда приехала британа-французская делегация в Москву, до сих пор там не было выработано основных каких-то позиций, по которым будут договариваться. Ну, они сели там с Молотова, но Молотова, у нас министра нет. Абсолютно. И было понятно, я думаю, что человек не сильно был заинтересован в этом, да? Советский Союз не сильно был заинтересован в этом. Ну, там просто я не могу сказать, что Советский Союз как-то сам активно шел в объятия Германии. Что касается германо-советских переговоров, там, конечно, Риббентроп сыграл решающую роль. Это вот его личный триумф. Советский Союз просто сидел и ждал, когда они сцепятся. А кто там с ними договаривается, он предпочитал вот такую отстраненную политику. А в смысле договоренности, кто будет активнее? Ну, кто будет активнее, кто что-то лучше предложит. То есть, все-таки, был приоритет от Германии? Ну, приоритет в итоге был от Германии, да. Да, результат. Да, но я не думаю, что это была просто какая-то изначальная осознанность. Хотя, безусловно, Сталин он очень хотел, чтобы сцепились именно Британия и Германия. Вот опять же, в чем у нас советская историография обожает обвинять лично Чемберлен и вообще, в принципе, Британскую империю? Что спали и видели англичане, как Гитлер нападет на СССР, якобы. Но на самом деле ничего подобного. Ну, может, это Черчилль спал и видел, да, допустим. Может, ему это было важно. Но Черчилль на этот момент никем не был. Был обычным задней скамеечником. Поэтому он мог видеть во сне все, что угодно. Но там же еще ситуация, как я понимаю, об этом очень много писали многие историки, что для Гитлера Великобритания не была таким принципиальным и главным соперником и противником. Принципиальным не была. Более того, вроде Гитлер даже предполагал в какие-то моменты, что может быть некий союзный союз. Да, на породительный союз на 25 лет была такая у него мысль. Потому что он считал, что с англичанами он может договориться. И с англичанами лучше не воевать. Да, Гитлер ошибся в этом плане. Действительно, у него был вот этот план оборонительного союза. У него-то вообще, у Гитлера была какая основная мысль, о чем он говорил, в том числе и Эфим Берлиану лично. Собрать всех немцев под одной крышей. Вот тогда я успокоюсь. Тогда делайте все, что хотите. Тогда мир в Европе. Ну, там Данцик, там Польский коридор. Тут нужно что-то делать. Ну, какие немцы? А Франция, Скандинавия. Ну, это уже после. Это я имею в виду. Комангетрия и так далее. Да, вот это я говорю до... Как он объяснял свои деяния? Шлюсь и судеты. Да, шлюсь и судеты. А потом стал вопрос как раз Польши, вот этого Данцига и польского коридора. Соответственно, собственно говоря. И выдав гарантии вот этих полякам во главе с пьяным полковником Беком, конечно, Британия себе подписала смертный приказ. До начала сентября 1939 года был еще конец августа. Ну, там, да. Была какая-то реакция Чемберлина на пакт? Он очень обиделся. Вообще же. Ну, как? Он, конечно, ну, тут он понял, что все уже. Тут уже сделать ничего нельзя, да. Потому что Сталин еще там картинно сказал Риббентропу, указывая на англо-французскую делегацию, они улетают. Вот это вот все. Ну, конечно, да. Тут уже в конце августа было понятно, что все это война. Чемберлин уже с ужасом это осознавал. Хотя он пытался там до последнего что-то сделать. Там Мусолей не еще вмешивался. Но поскольку он был связан все-таки гарантиями Польши, то, к сожалению, все. Они его затянули вот эту вот петлю. И вынудили премьер-министра все-таки объявить войну. То есть то, что они... Там, я уже сейчас честно храню, формально, когда в марте, когда все это произошло в Чехословакии, там были все же обязательства, да, перед Чехом? Да, но почему они не были выполнены? Потому что государство, как таковое, да, перестало существовать. Поскольку ГАХа все-таки... Ну, вот они вот так вот это объясняли. Даже так объясняли. Да. Что польское государство не состоит, на его нет, поэтому мы туда зайдем и все. Ну, вот в марте было это объяснено так, что поскольку государство Чехословакии не существует, мы не можем считать себя в праве выполнять наши обязательства перед данными именами. Да, понятно. Да, вот так вот. Ущербно, морально ущербно. Ну, отчасти, да. Ну, просто это... И сентябрь, ну, хорошо, они вот выполнили... Официально они объявили войну, а как они дальше? Что они могут сделать? Не могут сидеть там, ждать за этой линией мы жену, пока наступит Гитлер. Почему там было... А с поляками уже сомнений не было? В смысле, выполнять или не выполнять? Нет, сомнений не было уже никаких. Ну, просто еще... Чемберлен уже просто не верил Гитлеру абсолютно. Все. Он понимал, что договариваться никак с этим человеком нельзя. У них там, на самом деле, почему была странная война, одна из ее причин. Я не могу сказать, что главное, но интересная. Очень ждали вообще британцы того, что все-таки нацисты, я имею в виду простые немцы, возьмутся за ум и сделают переворот. Что Гитлера уберут. Была вот у них такая надежда. Потому что понятно, что с такой нацистской верхушкой Гитлером, Гиммлером и Геббельсом уже договориться невозможно. А вот с другим правительством они были готовы работать и ждали каких-то внутренних изменений. А Гесс перелетел при Чемберлене? Не, при Черчиле. Он же в 42-м году. А, да, да. Не, это уже... Чемберлен умер уже давно. Да, Чемберлен умер в 42-м году. Да. Это я ошибся. А скажите мне, пожалуйста, еще по поводу 39-го года. Я все хочу понять. Там же события нарастали буквально ежедневно. Хорошо, 1 сентября, 2 сентября объявили войну. 3-го. 3-го объявили войну Германии. Не зная, что 17-го сентября Россия вступит. Не знаю. Советская Россия вступит. Советская Россия вступит. А там уступает 17-е сентября. А не было искушения отновременно Советской России объявить войну? Не было. Потому что, ну понятно, что тут и Германия-то, в принципе, было искушение ее не объявлять. Но это уже было невозможно. Чем бороться-то с Россией? Хотя на самом деле я не могу сказать, что Британия считали Россию мощной страной. Они не думали, что есть действительно какая-то мощная армия, мощный флот, который может как-то... Ну это, конечно, это далеко. Как? Зачем? Невозможно. Они после Финляндии не объявили. Нужно бы дотянуться. Да. Да. Ну просто очень тяжело. И так уже с Германией, так вообще непонятно, что делать. А воевать нечем. Ну фактически нечем. Ну как? Объявить-то можно. А вот дальше-то что делать? А как все эти шаги Чемберлин были востребованы? То есть там были все-таки внутренние разногласия в правительстве? Ну с Галифаксом в основном? Ну да. Двор не вмешивался? Нет, нет, нет. Двор не вмешивался. Собственно говоря, Георг VI, он стал королем уже непосредственно при премьер-министре. И тот его как бы считал, ну скажем так, ребенком, которого нянчался все время с ним. Потому что там Черчилль еще с Луид Джорджем начинали мутить воду как раз по поводу отречения. Они хотели, чтобы остался герцог Винзорский. То есть Эдуард VIII на троне. Все-таки чачески пытались нам стращать этого Георга VI. В общем он такой затюканный был достаточно монарх, когда начинал свою политическую карьеру. Ну еще Берлин просто отловил Черчилля с Луид Джорджем, сыпал им как следует, сказал, что вообще вы тут делаете. Он говорит, эти два пирата получили от меня. Как следует. Потом поехал во дворец, там опекал его. Так что нет, он на таких позициях, что его премьер-министр скажет, то хорошо он ему доверял. И всегда то, как ставшему такому товарищу какому-то. Скажите еще, пожалуйста, скажите еще, пожалуйста, ответите на такой вопрос. Ну вот, прошло 75 лет, да? Надо закончить уже, наверное, историю с Чемберлером. Он умирает. Умирает. Там внезапное заболевание. Да, очень внезапное заболевание. Ну, на мой взгляд, это, конечно, очень странное заболевание. Потому что там буквально в апреле, ему исполнилось в марте, соответственно, 40-го года. Нет, ему в марте 39-го года исполнилось 70-го. В 40-го в апреле пишет его секретарь, что он очень хорошо держится, его проверяет, проходит полный медобсмотр. Все отлично. И тут вот сгорает, буквально уйдя с поста премьер-министра, но оставаясь при этом лидером консервативной партии. А Черчиллю, конечно, это очень было тяжело иметь постороннего лидера своей же, собственно говоря, партии, оставаться при нем премьер-министром. Потому что в парламенте слушался Чемберлен. Как обычно, там на партии больше конкуренты, чем на других партиях. Конечно, да. И поэтому там было несколько этапов, когда вроде мы сделали операцию, все хорошо. Он выходит на работу, и тут снова ему становится плохо, все, он уже умирает. Тут к нему приезжает Галифакс, которого очень много людей, в принципе, в последнюю жизнь видели Галифакса. Я не знаю, почему так. Вот это, наверное, какая-то мистика. Ну, почему-то вот так вот происходило. Ну, там официально было объявлено, что рак в последних стадиях. Ну, да, да, да. Ну, якобы тоже вырезанное. Какие отношения были у Чемберлен с Черчиллю? Ну, как у взрослого с ребенком. Вот такие, потому что Чемберлен, конечно, читал Черчиллю безобидным, ну, не то, что безобидным, но таким вот способным нашкодить ребенком. Как и, в принципе, там многие вообще, в принципе, члены парламента, члены кабинета, они действительно похожи на каких-то детей. У них же все идет еще с начальной школы. Они в основном же многие вместе учились в том университете. То есть такое вот мальчишеское братство. Не, на этом уровне где-то изумирают. Единственное, из них выделялся, который с ними не учился никогда, это Чемберлен, который просто отличался какими-то мудрыми, взвешенными решениями. В отличие вот от этих вот всех других политиков. Интриганов. Интриганов, да. Тоже какие-то мелкие подножки, причем исключительно из эгоистичных соображений. То есть не для страны, не для народа. А вот просто я вот хочу, там Эмир еще тоже был такой товарищ. Вот меня Черчилль в бассейн толкнул, вот я его сейчас в парламенте тут устрою. Вот такого плана там были игры и разборки. А так нормально, я не могу сказать, что они ругались, что они как-то ссорились. Но он все время, вот, Чемберлен Черчилль успокаивал. Когда он был министром финансов, Черчилль, я имею в виду, у него были дикие абсолютно проекты. Ну, сейчас, собственно, там к финансовому кризису все шло, и Черчилль это очень подстегнул, будучи Минфином. Он, например, предлагал по 5 фунтов раздать каждому жителю Британской империи. 5 фунтов – это 250 долларов. Чемберлен сказал, ну, давайте сейчас все разбазарим вообще. Ну, давайте заканчивать вот этими какими-то дикими проектами абсолютно непонятными. Направлены исключительно на пиар персоны в Инстону Черчилля. Так что вот такие, да, ну, не могу сказать, что плохие. А скажите, пожалуйста, Маргара, каким Черчилль остался в истории Великобритании? Ну, если сегодня открыть, скажем, учебник в школьной истории, присутствует ли там Чемберлен и в какой ипостаси? Чемберлен вообще для британцев сейчас фигура трагическая. То есть его именно расценивают до 1937 года, как они пишут, что если бы вот он ушел на покой в 1937 году, он бы вошел в историю, как один из самых величайших британцев. Потому что он действительно очень много сделал для Британской империи. Невероятно много, ну, фактически поднимал ее из руин после Первой мировой войны. Но поскольку там дальше был у нас все-таки Мюнхен, была мировая война, то сейчас его расценивают именно как человека, попавшего под такие трагические обстоятельства. А Мюнхен тоже присутствует, наверное, в каким-то образом в учебных историях? Было ли какое-то покаяние за Мюнхена? Было ли покаяние в смысле признания о шейхе? Ну, там у них на самом деле кочует идет... Как вообще? Что сегодня они говорят о Мюнхене? У них идет все это как-то по синусоиде даже, я бы сказала, что в 60-е годы, например, была волна подъема Шейхена. Это абсолютно правильно все было сделано. Так было и нужно поступить. Ну, сейчас такие точки зрения, в принципе, тоже сохраняются, но они уже поближе к спаду идут. Я вообще слышал, я не знаю, насколько это правда или нет. Мне, кстати, говорил человек довольно известный, Виктор Суворов, который живет в Абрике. Он мне говорил о том... Ну, ведь его часто очень обвиняют... Я сейчас не говорю там за или против, это уже другой вопрос. Его очень часто обвиняют, что он там обслуживает, этих всех буржуазных историй, что там, не знаю, спецслужбы и так далее и тому подобное. Он говорит, что в Англии в той же... Его теории тоже не пользуются большой популярностью. Он говорит, вообще ли такое... Вот я помню это его рассуждение, что есть такое ощущение, что победители в войне, что Америка, что Англия, что Советский Союз, вставший Россией, ну, и высшей России, ну, и примкнувших не Франции случайно, вот, что как бы, я не знаю, что там была прямая договоренность или кармодоговоренность, вообще не трогает, что всех устраивает вот та концепция, которая сложилась сразу после войны. Пусть она и будет. Ну, сложилась там после войны концепция Уинстона Черчилля. Ну, собственно, да, она там и превалирует. Сейчас у нас Уинстон Черчилль считается популярнейшим человеком в Великобритании. Я вот была там в феврале, в Вестминистровском аббатстве, мы искали там могилу как раз премьер-министра Чемберлена, я имею в виду, потому что он там, кремир, он там прав, его захоронят. Вот мы с этими епископами, пока мы там носились, общались. И да, вот у нас, говорит, считается, что Таш Чемберлен все-таки какой-то такой не самый популярный персонаж. У нас все любят Черчилля. Ну, это тоже, опять же, потому что все читают его, непосредственно самого Черчилля, тоже Вторую мировую войну, там темные те же часы. Он так, в этом мире, зафиксировался. Да, да. Конечно, бывает там туда-сюда. Да, но это же просто не исторический взгляд, а художественный. Потому что Уинстон Черчилль очень сильно врал. Ну, занимался, собственно, репутацией, в первую очередь, в своих трудах. А уже после, уже уделял внимание именно каким-то историческому ходу событий. Вообще, слушайте, вообще, воспоминание людей, это не ищет на последней инстанции. Ну, безусловно. Каждый человек вспоминает то, что им хочется вспоминать. Не, мемуары, да, это определенный, конечно, да, уровень, но интересный все равно. Ну, я в этом плане предпочитаю как раз больше в дневники и переписку, поэтому у меня в книге очень много писем Чемберлен. Потому что человек, ну, изначально к вранью как бы не был наклонен. А с которыми переписывали? Сестрами. Они с 15-го года по 40-й вот прям практически каждый день он им писал. Это издано 4 тома. Ну, правда, очень ограниченным тиражом мне с трудом удалось заслать. Слава Богу, удалось, потому что это вот огромный просто материал. Именно вот день за днем, как все это происходит. Вам произойдет впечатление, в первую очередь, не как политик, а как человек. В своих человеческих качествах. Ну, безусловно, да. И я просто очень рада, что такие люди иногда становятся политиками. Что значит, все-таки у человечества еще не все потеряно. Как-то это вселяет надежды. А семья, какие-то кто-то сейчас еще жив и сделает? Ну, у него только внучка сейчас жива. Нет, ну, там у внучки, наверное, тоже какие-то там правнуки есть. Но практически сейчас им никто не занимается. Там иногда вот внучка его, Мэри, занимается Джозефом, его отцом, потому что Джозеф несравненно популярнее Чимберлена Невилла. Да? Да. Джозеф же строитель империи Джозефа Чимберлена. Это он еще при Виктории начинал. Она же дед Чимберлена. Это еще там брат Невилла, Остин старший. Вот ему был ответ. Он такой. А у кем он был? Он был министр иностранных дел. Вот ему как раз да. И наш ответ, чем не Невиллу. Да, но он разорвал же дипломатические отношения. с молодой Советской Республикой. И вот его там собственно и лихорадила советская пропаганда. А брат потом был рядом с Невиллом? Он умер как раз в марте 1937 года. А, то есть он уже... У них были очень тяжелые отношения, в принципе, потому что Джозеф, вообще их отец, готовил Остина к политике. Готовил к тому, что вот если Джозефу не удалось стать премьер-министром, то Остин станет. А в итоге стал Невиллом, который вообще к этому никак не готовился. Ну, вот Невилл Чемберлин стал премьер-министром. Позволил тем самым Маргане Девлин написать книжку про него в серии ЖЗЛ. Милости просим, книжку ищите, берите. Это всегда интересно. Вообще жизнь людей всегда интересна. Тем более вот таких заметных значительных политиков 20-го века, каким был Невил Чемберлин. Спасибо. Это была Цена Победы. И до встречи. Спасибо большое. Всего доброго. Программа Цена Победы.